Здравствуйте дорогие друзья, с вами вновь Игорь Илдашев и напоминаю вам, что мы ведем прямой видеорепортаж с производственной площадки завода Corvette, который находится в Кургане. Дорогие друзья, самый одним из важных показателей для конечного потребителя, особенно для нефтяников, является внешний вид продукции и, конечно же, окраска. Обусловлено это тем, что подобная арматура используется в суровых условиях климатических и, конечно же, должна соответствовать всем нормам технического безопасности. Поэтому на заводе Corvette проявляется, как и везде, особое внимание к качеству покраски внешнего покрытия лакокраски. Более подробно об этом нам расскажет сегодня заместитель начальника участка покраски Горюшин Парел, который поделится с нами, как проходит здесь окраска и действительно контроль качества, о котором мы говорили на протяжении всех репортажек. Здравствуйте, Павел, вам слово. Здравствуйте. Ну, во-первых, прежде чем начать наносить антикоррозийное покрытие, после поступления готовой продукции в цех, на участок, производится обезжирение щелочными средствами, моющими нового поколения. После этого производится сушка. Сушка производится в окрасочных сушильных камерах. Камеры автоматизированы, газифицированы, то есть в которых поддерживается и выставляется температура необходимая, влажность. После сушки производится нанесение лакокрасочного покрытия. Покрытие у нас двух видов. Полиуретановое двухкомпонентное, эпоксидное и элкидное. Полиуретановое покрытие наносится со слоем грунта, также эпоксидного. Окраска происходит в этих же камерах. Выставляется сушка, продукция высыхает, соответственно, наносится второй слой. И после этого сдается продукция контролеру ОТК, затем внешней инспекции. Павел, если говорить сегодня о нормах контроля качества, мы знаем, что у Газпрома, у Роснефти, как я и говорил в начале репортажа, существуют свои требования к лакокрасочному покрытию, порой даже усиленного типа. Как вы их проверяете, у вас существует толщиномер, определенные стандарты? Да, да, у нас, конечно же, существуют методы контроля. Ну, соответственно, все строго по ГОСТу. То есть замеряется толщина покрытия толщиномерами, универсальными, элкометр. Также проверяется диэлектрическая сплошность, то есть ровная сплошность нанесенного покрытия. Также проверяется метод адгезии, решетчатый надрез. Ну и пластинчатый удар, получается, на эластичность, стойкость краски. А если говорить все-таки, Павел, о промежуточных испытаниях, мы знаем, что порой заказчик требует испытания в каких-то климатических камерах, в каких-то условиях или опытную эксплуатацию. Как у вас с этим проходит сегодня дело? Ну, мы работаем согласно ГОСТу. От ГОСТа не отходим. Заказчики все принимают. Также межслойное окрашивание, также после мойки. На всех этапах подготовки и покрытия. Спасибо. Ну, вот, уважаемые друзья, если говорить в двух словах, даже окрасочная философия, здесь окрасочное дело, поставлено по стандартизации, поставлено по определенным нормам сертификации качества. То есть, иными словами, дорогие друзья, производство, подобное корвету, оно предполагает собой производство качественной продукции. А что такое качество? Значит, соответствие стандартам, нормам. И, знаете, вот здесь прогуливаясь, опять-таки, про себя думаешь, философствуешь, понимаешь, что действительно, если соответствовать серым нормам и качествам, и стараться постоянно совершенствовать своего производства. Если говорить о методах контроля качества, то на корвете даже на покраске они соблюдаются. А если говорить точнее, то не даже, а действительно, в том числе. Заказчик у корвета очень серьезный. Это AeroSpan International, AeroSneft, и Gazprom, и многие-многие компании, которые действительно предъявляют повышенные требования не только к системе качества менеджмента, и не только к продукции именно технические, но и к качественным покрытиям. Поэтому, уважаемые друзья, вот такой яркий пример, это компания корвет, которая находится в Кургане. Пример того российского импортозамещения, о котором сегодня многие говорят, но мало кто этому содействует и способствует. А здесь, в Кургане, не любят говорить, любят делать. Поэтому, дорогие друзья, вот, наверное, мы в этой серии, в этой серии в репортажах постарались для вас показать, что такое в российском варианте импортозамещение, как оно может существовать, как оно может работать, и самое главное, реализовываться в наших действительно российских условиях. Дорогие друзья, мы этой серии завершаем репортажи с производственной площадки Корвет. Многие, кто нас просил сюда съездить, говорил, что это за предприятие, задавал вопросы, как оно функционит, работает, мы постарались показать вам в общих чертах. Но, на самом деле, это будет сейчас следующая адресованность заказчику. Приезжайте сюда, смотрите, потому что здесь открыто именно для заказчика. Понимаете, рынок нефтевого, нефтегазового оборудования, он достаточно специфичный, но это арматуростроители. Это люди, промышленники, которые готовы рассказывать, показывать свое дело своим заказчикам, тем, кто сегодня им помогает развиваться. Павел, спасибо большое за встречу. Но, на самом деле, хочется пожелать вам также развития, чтобы ваш завод рос, модернизировался и, конечно, оставался таким же Корветом, путеводителем для многих арматуростроителей, каким он является сегодня. Удачи вам, развития. До новых встреч. Удачи вам, уважаемые друзья. До новых встреч. Напоминаю, с вами был Игорь Юлдашев. И мы постараемся для вас сделать самое интересное, самое лучшее с производственной площадки Корвет. Поверьте, это много чего стоило, но результат, как говорится, виден на лицо. Спасибо, уважаемые друзья. Напоминаю, с вами был Игорь Юлдашев. До новых встреч.